Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Надеюсь, в постоянном привычном для себя эфире, соответственно, знаете все, что происходит здесь и, надеюсь, ждете. Кстати, сегодня понедельник. Между прочим, в начало недели поздравляю вас, дачники. Вы теперь имеете возможность расслабиться, помазать волдыри свои, которые наверняка нарабатываете на даче, чем-нибудь полезным. Кто-то водкой мажет, кстати, потом слизывает и чувствует себя комфортно, а кто-то, наверное, какими-то другими средствами. Я не пробовал, кстати, водкой говорят лучше всего. Сегодня начинаем мы неделю, я бы скажу, шумно, бурно. В программе... Вот слышите? Это за ними. Так вот, сегодня в программе живые группы, которые особо представлять нужды нет, но традиция... Молчи! Подожди. Подожди. Это сейчас не твоя программа. Подожди. Тебя там нет. Это же я тебя включаю. У нас есть традиция, дорогой мой. А традиция вещь такая непоколебимая, непокобелимая, как хочешь. Вот как тебе больше нравится. Сначала песня, потом я представляю коллектив, называю поименно каждого. Ну, а затем уже мы начинаем беседы, беседовать. Такой же трендабол, как и я, поэтому, я полагаю, до песен мы доберемся не скоро. Хотя бы одну-то успеем спеть, и то хорошо было бы. И так, как всегда, живой звук. В программе живые. Погнали! Что больше всего на свете волнует людей в интернете? Что больше всего на свете волнует людей в интернете? Что больше всего на свете волнует людей в интернете? Что больше всего на свете волнует людей? Что сожрать, чтобы похудеть? Почему в ночи речке хрен? Почему хотеть вредно, не хотеть? Как легко увеличить член? Как открыть тапком банку? Шпрот, как за час областить всех баб? Почему меня током бьет? Почему Вова Путин краб? Но в какой вопрос рекорды бьёт, что реально волнует народ? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я? Почему я? Что больше всего на свете волнует людей в интернете. Что больше всего на свете волнует людей в интернете. Что больше всего на свете волнует людей в интернете Что больше всего на свете волнует людей Для чего же гурда в этом мире есть? Почему есть сильнее слона? Для чего есть на жопе шерсть? Для чего мне нужна жена? Как мне вызвать домой сатану? Зачем человеку трусы? Кто назвал колбасой колбасу? И зачем фемини-визы? Но какой вопрос рекорды бьют Что волнует народ круглый год? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Сальвичочек! Да почему я идиот? Да почему, мой идиот? Да почему, почему, почему Это самый главный вопрос в интернете А еще такой А почему я такая умная? Да почему я такая умная? Да почему я такая умная? А живу как дура Это тоже популярный вопрос В интернете Единственное радио, где слышно, как аплодируют зрители Даже видно, я бы тебе сказал И, между прочим, в кадре видно Да, говоришь ты в этот микрофон, верно Здравствуйте Вот молодец Александр Пушной, собственно, вот собственной персоной И особо-то... Вообще спасибо тебе, что начал ты со своей, я бы сказал, программной песни Я ее в ротацию не взял Потому что полагаю, что если я это буду транслировать Меня могут обвинить в том, что я тебя недолюбливаю Если ты поешь об этом сам, это твое право Это не я пою, это люди спрашивают Ребята, вот я сколько раз говорил В этой песне нет ни одного придуманного слова Ни одного Все это сделали сами пользователи интернета Мы это все собрали в одну кучу И все говорят А что ты там такое поешь, такого не бывает Наберите любую строчку в этой песне Бывает, бывает, все бывает в этой жизни Александр Пушной и The Band Так называется коллектив теперь Да, мы его переименовали из Junko Brothers Потому что из Junko Brothers практически тут осталось Ну, два человека Остальных, так или иначе, судьба выдула Ну, я понял Два человека из Junko Brothers осталось Вообще в коллективе The Band 15 Человек, вы их просто не видите в студии Они здесь растасовались У нас четверо музыкантов И, соответственно, 11 бухгалтеров Это верно А как иначе? А как иначе? Деньги любят счет Скажем так, 11 ты сейчас у нас бухгалтер Остальные все в разъезду Давайте будем представлять, ребята Это тоже важно Потому что парни ехали сюда из Киева Из Киева, из Кракова, из Херсона практически Ну, родом наш Барабанщик, кстати говоря Я хочу поздравить его дочку И у него сегодня, у Дениса, нашего Сидоренко Давайте поаплодируем Дочке 4 года, Даше Опять ты спешишь впереди паровоза Давай мы как-то музыкантов представим Да, итак, начали мы с барабанщика Денис Сидоренко Поприветствуй нас по барабанам Что-нибудь выступит Зачем? Микрофон Видно, что не первый раз человек представляет Взял, что испоганил, все Поздоровайся в микрофон, пожалуйста Там для тебя специально стоит Здравствуйте Вот, молодец Кстати, здесь стоит еще один микрофон Я сейчас сообщаю всем остальным 13 музыкантам, которые могут подходить Здороваться тоже Дмитрий поэта, я так понимаю, фамилию Да, Дмитрий, как тебя ударять надо? В какую сторону? Поэта, поэта Ему все равно, он переехал в Краков Там говорят, что ударяют в любом направлении Я ворчивый поэта Кстати, именно поэта по-польски означает поэт Я, в принципе, догадался Удивительно, да? Как и урода, по-черски означает красавица Александр Мельник, это бас-гитарист Это самый талантливый музыкант нашей группы, друзья Давайте поаплодируем Это музыкант, просто Да, это музыкант Наконец Подойди, пожалуйста Здравствуйте Нет, он не хочет подходить Он очень ленивый Не буду даже включать Раз не хотите подходить к микрофону Включать даже не буду Итак, очень здорово, что вы здесь И я сейчас должен сообщить народу, как с нами связываться Тоже важный момент эфира Люди же пишут что-то Ты же хочешь, чтобы что-то тебе писали хорошее Или плохое, неважно В зависимости от того, что происходит в эфире Люди будут писать разные вещи Итак, 4647 Это короткий номер для СМС к ваших 4647 Сначала пишите свои Пробельчик А затем уже все ваши эмоции Впечатления Вопросы Все, что рождается в голове Ну, правда Желательно, чтобы это было все цензурно Хотя не цензурно, все равно не прочитаю Группа ВКонтакте Официальное сообщество ВКонтакте Сообщество своего радио Там уже давно выложен анонс фотографии Где Пушной с медиатором в зубах Хищно смотрит на каждого, кто глядит на его фотографию Очень хищный взгляд Очень хищный, очень такой, я бы сказал, брутальный взгляд Это был 18-й дубль Молодец С 18-го хоть так получилось Там же, кстати, тоже в том тексте Александр Пушной выделен на синим Значит, активная ссылка Кликая на которую, оказываетесь у него в группе В сообществе Там можете увидеть все И о концертах, и о съемках Ну, все-все-все-все Что связано с этим замечательным человеком Более того, можно видеть все, что здесь происходит Заявите, пожалуйста, на сайт Своерадио.фм Сверх там плеер в плеере онлайн Видео справа Вот там кнопочка такая с синим кружочком Нажимаете на нее А онлайн-аудио слева Там просто слушайте Вот на онлайн-видео нажимаете И вдруг вам картинка Ба-бах! В глаза ярким оранжевым цветом Это, собственно, вот там пушной масштаб Вижу, вижу, пальцем тычет в кого-то У нас, да-да-да Вот именно так У вас задержечка идет Конечно Конечно, интернет, сам понимаешь Да Так вот, там, собственно, и картинка Там, собственно, и чат В котором тоже можно отписываться Чат есть и на сайте Ну, в общем, пишите, куда хотите Выискиваем отовсюду Ваши сообщения И самые интересные, само собой, зачитываем в эфире Много говорили, давай споем Да, друзья, следующая песня Она, как мы неожиданно вчера ее презентовали Мне понравилась такая идея Для всех тех, кто хочет в ящик В хорошем смысле этого слова Интересно, в каком хорошем может быть смысле Ну, вот, есть все-таки Есть все-таки у нас ящик, который транслирует что-то А, ты об этом ящике, господи, прости В тот ящик, в который мы так или иначе все попадем Я думаю, что хотеть нет смысла Так или иначе А вот в ящик телевизионный Многие хотят попасть И мы для них сделали некое пособие Как всегда, живой звук программы Бринчал на гитаре В каком-то подвале Услышал вдруг чей-то голос Ээээ, теперь твое место на первом А-канале Я думал, что все происходит во сне Но вижу его указующий перст Да это же сам Константин Львович Эрнст Раз, два, три Заметил меня Эрнст Константин И вот я на первом по цифре один И нету отбоя от разных небес Виною всему Константин Львович Эрнст Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Тефи давай! Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Пусть приезжает в октябре У нас там будет 10 или 11 Пусть приезжает и 10 и 11 Где не важно А в Москве В Москве будет 10 или 11 октября Но уже Б2 закрыли Поэтому в 16 У тебя 10 в Москве 11 в Питере Где-то 7-8 Прорвемся В конце концов разберемся Если человек заинтересован То в группе вконтакте наверняка обнаружит Всю информацию которая нужна Скажи пожалуйста Спасибо что сказал пожалуйста Скажи пожалуйста вот что Я с одной стороны смотрю на тебя всегда С уважением это понятно С интересом потому что понимаешь Что ты человек разносторонний И телеведущий и музыкант и мультиинструменталист Это что ты делаешь с инструментом Я наблюдал на одном из мероприятий Выставка музыка Москва Я расскажу людям которые не очень понимают что это такое Потому что он дает мастер-класс Там не был инструмент там был компьютер Я показывал что в компьютер можно записать музыку Подожди Подожди Как оказалось Подожди Да вот он сам этого не знал Ему подсунули в компьютер Ух ты Можно записать музыку оказывается И писал Наглядно Прилюдно То есть он берет гитару Например бас-гитару Электрогитару И все это пишет партиями Накладывая в компьютер Причем самое интересное Что сразу получается какая-то Да вполне себе Разумная и понятная мелодия Но что он делает в конце Вот этого я не ожидал Я не знаю насколько тебе И кто тебе это подсказал Когда Ну каждый творец хочет сделать красиво Так красиво Насколько возможно Чтобы все звучало Чтобы все было Классно В пачечку Все уложено Все в пачке Там тебе и бас Там тебе и гитара Он все это на глазах записал Народ стоит шизеет потихоньку Как это все Уже музыка И потом он говорит Смотрите как это все звучит Если примочки убрать Вот такая вот хрень Я думаю что Чувство юмора Это одна сторона А вот самая ирония Это вещь Нездоровое чувство Самой иронии Доступно не каждому Есть такой прекрасный сайт Луркмор Ты наверняка его знаешь На нем регулярно Меня описывают Всяческими разными словами Приятно описывают Я могу сказать Примеры неприятных описаний Потому что вам радио Еще понадобится Ваше Спасибо Но там есть такое сочетание ЧСВ Чувство собственного величия Так вот у меня по-моему Единственное было написано Заметили ребята с Луркмор Что чувак обладает Пониженным чувством ЧСВ Это кстати и я подметил Без всякого Луркмора Потому что каждый человек Достигший какого-то результата Какого-то уровня Какой-то высоты Ну то есть например У Никиты Михлакова 9000 плюс Да я у ЧСВ Почему так мало Но это потому что Максимальный уровень А у него даже больше Мне кажется там 99 в периоде с плюсом Потому что уж там Уж где Уж царь-батюшка-то На самом деле Вот оно где чувствуется Зам Бога по земле Это правда Это правда Давай петь дальше Петь дальше друзья Русская народная Что ж мы не можем Без нее никак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok музыка. Я говорю, так вы что, в опале берёд? Да нет. Кстати, Иваня Кокорин, судя по всему, стебёдс пишет, а это точно не запись играет. Надо сказать спасибо звукорежиссёру программы «Живые» Михаилу Скоренков сегодня. Он, собственно, включает плюсы. Да, записи включает. Да, собственно, на его руках. А давайте Иваню Кокорину покажем просто. По барабанам можно? Сейчас бабах, бабах. Спасибо тебе большое. Бас можно? Понятно. Клавиши. Отлично. Гитара. Не узнали? Это пушной. Голос у него меняется очень резко. Вот-вот-вот. Слушай, сообщение чудное совершенно пришло. Я думаю, тебя порадует. Илья Селянин пишет. Внимание. Александр Умница. Мега-талант. Хоть и совсем не мой формат. Его везде любят. И я безмерно ему благодарен за то, что на одном грязевом лесном фестивале этнической музыки меня приняли за него и поили коньяком и фотографировались со мной и спрашивали, как там на СТС дела. Саш, извини, старался в грязь лицом не ударить. На все уговоры спеть вежливо отказывался. У меня была похожая история. Ко мне... Приняли за пушную. Не-не, хуже. Ну, лучше в смысле. Я после одного из мероприятий, помню, работал на каком-то заводе табакоизделий в Питере. После праздника я спустился, как бы так... Мне уже надо было уходить. Я что-то на гитаре там играл, понятно, орал, кричал. И мужик идет навстречу, так раскинул руки. Я понял, что я не уйду из его объятий. Он меня обнял крепко, так что я понял, что все, что он не скажет, все правда. И он мне в ухо спросил... Аршавин! 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 А я не знал, что ты на гитаре играешь. Я понял, что в этот момент все, что я должен делать, соглашаться. Я сказал, что я А, Аршавин, Б, играю на гитаре. Так сложилось. Плохо играю в футболе. Свободное от работы время от гоняния мяча по полю я работаю на корпоративах. Ты представь. Я сейчас представил себе обратную историю. Идет Аршавин по коридору. Навстречу ему этот же мужик. Вот так же его жмет. Говорит, ПУШНОЙ! Я не буду... Нет, он жмет, ему, говорит, Аршавин. Говорит, помнишь, на гитаре играл? Вот тут-то. Тут-то Андрей. Андрей-ка здесь. 46-47. Это короткий номер. Левашка смс. Сначала свои, затем пробел. Ну, а дальше уже сослан женой на кухню мыть посуду, а сам скачу под ПУШНОГО. Хорошо, правильно. А посуду-то, кстати, не забудьте помыть, что касаемо проблем. Да, можно кофе попросить? Конечно. Лиза, будьте добры, пожалуйста. Кофеечку черного. Нет, черного. Без молоком, без сахара. Без молока, без сахара. Очень экономный, ПУШНОЙ. Слава богу, сэкономим немножко сахара и молока. Значит. Проблемы-то. Про проблемы, да. Про проблемы. Ну, это вопрос, скажем, общего порядка, потому что, ну, ты человек, у которого наверняка в жизни тоже бывают всякие разные, да? Затыки, как у любого нормального человека. Как ты решаешь проблемы? Вот у меня возникло ощущение в свое время, что ты можешь, несмотря на свою, в общем, доброту внутреннюю и достаточную податливость, общительность, ты можешь иногда и прямо, прямой речью задвинуть. Вот я тебе скажу, как мне исполнилось 40 лет, я начал срываться. Вот именно в 40. Вот два раза это произошло. Ты понимаешь, два раза тебе исполнилось 40? Мне два раза после 40, а мне уже сорвался пару раз. Пару раз сорвался. Вот, поэтому я думаю, что это нормальное следствие возраста, то есть вот такой добрый и хороший я был какое-то время назад, сейчас я перестал им быть. То есть после 40, да? После 40, да. Ну понятно, то есть я 8 раз сорвался и считаю, что это в порядке вещей. Хорошо, спасибо. Все слышали о том, что мне можно срываться после 40 лет тогда? Спасибо, кстати, спасибо тебе, что ты это сейчас сказал. Спасибо. Я не могу с этим ничего поделать. Я помню однажды, Мишка Шкоренков, мы давно уже сотрудничаем еще с Радиомаяк, где, собственно, начала выходить программа «Живые». Я видел его глаза, а потом он мне об этом сказал, признался мне уже здесь на своем, когда там тоже была видеотрансляция, и на этой видеотрансляции попадало в кадр то одно, то другое, то третье. Была какая-то группа, и я не помню, мы пришли на эфир, а у нас монитор какой-то посторонний стоит, и монитором половину кадра перекрывает. И я понимаю, что этот монитор там быть не должен. В полкадра, и нет группы. То есть в полкадра... Я психовал, психовал, как-то пытался выбран, взял, выдрал его с корнем и выкинул его, отбросил в сторону. Что сказал? Не понял. Ну, неважно. Главное, я помню его реакцию на это. Он решил, что я сумасшедший. Он решил, что я бешеный. Нет. Когда дело касается дела, вот, кстати, когда речь идет о деле, да, ты можешь быть бешеным? Я... Вот не понимает клавишечек, что играть надо. Не-не-не, вот как раз удивительное дело, удивительное дело, но когда касается дела... Давай-давай. А я как раз очень трезвый, Вот, меня... И они так скромно... Нет, мне что... Да, и сделали так, дышь, каблуками. Меня, чтобы довести, надо постараться, но иногда бывает так, что вот это происходит в совершенно ровном месте, что, собственно, меня и пугает. Меня и пугало. Вот эти два раза. И... Ну, там я уже себя не контролирую. Я просто понимаю, что, наверное, я устал. Просто обыкновенным образом устал. Просто эмоционально. Это бывает с любым человеком. Надо отдыхать. Да, надо отдыхать. Но для этого надо отдыхать. Вот сегодня мне позвонят ребята, и говорят, а вот есть хорошая программа, там, поучаствуй, там, про насилие в семье. Ну, меня регулярно... Хорошая программа. Как эксперта, да. Хорошая программа. Я говорю, ребят, я не могу. Я буду, наверное, летом где-нибудь отдыхать. Говорю, я им. Но если я так скажу, наверное, где-то они скажут, да, приходи. Поэтому я все время говорю, я уехал. Это канал Россия тебя, наверняка, дергает, да? Или НТВ? Не канал Россия, нет. И канал НТР, НТВ. В НТВ меня много раз звали на всякие... Вы говорите, Александр, пойдемте, почитаем книжку, а мы вас просто снимем, а вы ее читаете. Ты понимаешь, Сань, знаешь, про что книжка? Нет. Просто, чтобы интересно. Давай. Детская мастурбация. Понятно. Как раз твое. Я говорю, так это мое, зовите, конечно, почитаю. Они говорят, а мы снимем про этот сюжет, а вы потом скажете, как это плохо. Я говорю, да-да-да-да, тем более, и вы НТВ. А вы потом покажете ладошки, на которых волосы. Да-да-да, я бегу-бегу. В общем, они как бы, у них там все хорошо. Вот знаешь, тебе проще немножко в этом смысле. У меня каждый вечер эфир, ты понимаешь, они когда звонят, а звонят периодически, чуть ли не раз, там, два в неделю, приходите к нам на этот эфир, на этот эфир. Ну, я же тоже трендобол, да, любят, когда человек трендоболит. А я всякий раз пытаюсь найти какие-то отговорки, потому что я понимаю, когда говорят, в восемь съемка, я говорю, о, у меня эфир, извините. Когда говорят, например, в пять, думаю, блин, я же мог бы успеть, наверное. Я начинаю что-то... Я не могу сказать, я уехал. Они включат радио в восемь вечера, а я тут. Ты понимаешь? Тебе-то проще, в общем. Мне очень нравится история «Я не в Москве». При этом я реально просто замкадом, понимаешь, и я не вру. А, кстати, да. А если звонят, я ведь тоже в этот момент замкадом. Да, я просто замкадом говорю «Я не в Москве». Спасибо большое. Хорошая подсказка, правда. Значит, Артем Слюдеев пишет «Удивили, так удивили». Голосы интересные, особенно если без надрыва. А без надрыва – так вот, мелодичные пишет Артем. Музыка тоже интересная, особенно в этой песне. Ну, речь как дошла о «Березке». Музыка очень интересная. Давайте мы сыграем в натуральную гармонию, чтобы вы поняли, насколько... Очень здорово передал Александр. Потому что, скажите, вы пишете музыку сами или где-то находите себе... И где вы находите музу? Музу я нигде не ищу. Я тырю по мере возможностей сам у себя. Так как я не сильно талантливый музыкант, я не могу, например, подобрать четко, как сыграли ребята. Я подбираю так, чтобы... Ну, на «Лук море» еще один минус сейчас получил. Да не, нормально. Не, на «Лук море» там... Ну, на «Лук море» уже... Они уже написали, кто я там такой. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты еще до сих пор исполняешь вот те свои фишки, которые ты делал очень давно? Я помню, что за это... Собственно, за это я и полюбил. В хорошем смысле. Твое творчество. Кавера. Переделки, да, кавера, переделки всех этих облачков. Ну, все... Знаешь, вот удивительное дело, в российском... На «Нану» на всей... Да-да-да, мы это все делали давным-давно, даже потом мы это играли уже с ребятами на каких-то концертах. И ты понимаешь, что у кавера все-таки, к сожалению, а может быть, к счастью, очень короткий срок хранения. То есть даже кавер, если он даже был создан лучше, иногда бывало таки, чем оригинальная песня... «Рамштайнушки», я вспомнил. «Рамштайнушки Интернешнл». Мы пели... И вот ты поешь этот... И когда эта песня, то есть пародия на эту песню была сделана 10-12 лет назад, то даже когда кавер тебя еще даже качает, ты его играешь и чувствуешь стойкий запах... «Нафталина», «Нафталина». Понятно. То есть не поешь, ясно? Не пою. Как он отвечает изящно? Понимаешь, не сказать «нет, не играем». Категорически против. Он объясняет. Молодец какой. Сань, давай петь что-нибудь дальше. Друзья мои, вот одна из немногих песен в нашем репертуаре, и не только в нашем, в которой есть риф гитарный. Я так, друзья, люблю гитарные рифы, и про это написал, собственно, песню. Шикарно. Вот и одна из немногих песен, где действительно мой присутствует текст, собственно, это о том, что я вижу вокруг и что делаю сам. Итак, друзья, песня называется «It's my life» на английском языке. Только припев. А, one, two, one, two, three! Мизулина внесла поправку, Шендерович процитировал Кавку. Америка завязла в Ираке, поссорились Собчак с Камбылаки. В фейсбуке рукают Рашку, Вконтакте певицу Наташку, Олимпийский огонь на Байкале, Ваня Урган на Первом канале. И я тот же день провел прекрасно, я гитарный риф придумал классный. Вот такой, вот, вот такой! Шикарный! Вот такой! Шикарный! Дело в том, что Сердюков не виноват оказался, Берельман от всего отказался. Айфон стал тоньше и легше, Стали скрепы духовные крепше. Путин обратился к народу, А оппозиция бьет за свободу. А хипстеры андроиду не рады, А не озабочены парадом. И я тот же день провел прекрасно, Я гитарный риф придумал классный. Вот такой, вот, вот такой! Шикарный! Вот такой! Шикарный! Это тоже, между прочим... между прочим. Она тоже звучит в ротанции. Я ее с радостью и удовольствием взял, потому что она такая короткая. Шучу, шучу. Короткая. С четким концом. Конец четкий, да. Не в тот микрофон. Но в любом случае, я тебе скажу, тут обращение было к Мельнику. Я не помню, кто писал, мол, что хочется басовых партий, таких же, как в Бритни. Да. Побольше было таких вот партий. А он фигу показал сейчас. Зачем так? Не-не-не, он скромный просто. На самом деле, он единственный человек, который в нашей команде, то есть, ну, я там напишу четыре аккорда, а он сыграет на басе так, что все говорят, какая интересная музыка. Вот. Вот в Бритни он сделал, например, то же самое, и многие там наши гитарофилы, которые вокруг нас вьются, они там «А можно узнать, как Саша это играет на басе?» Я говорю, Саша научился на скрипке 10 лет, а потом взял бас. Вот сделайте то же самое и сами сыграете. Так я им говорю. Кстати, Бритни будет сегодня? Да, пожалуйста. Ну, отлично. Ну, не сейчас, подожди секундочку. Интрига должна быть. Человек попросил, чтобы басовые партии были такие, как в Бритни. Сейчас народ, который не знает эту песню, она, кстати, в ротации тоже крутится, между прочим, на своем радио, и те, кто плохо слушает, невнимательно ротацию сейчас услышат ее, поймут. Значит, «Сидим, слушаем, ржем всей семьей». Браво, браво, браво. Константин Лексыч. Ну, может, кто-то из своих? Может быть, Львович все-таки? Не, написано Лексыч. А, это Кость, понял, понял. Это слушатель, да, это Лекса есть у нас такая постоянная слушательница. Пожарник. Я вспомнил, да. Пожарный. А, пожарный, да. Пожарник — это тот, который... Тот, который горит. Пожарный — тот, который тоже. Значит, спасибо Пушному за отличную музыку. Пушной. Слышал ли группу Noize MC? Если... О-о-о, серьезно. Noize MC — это же исполнители. Да, но человек так пишет. Если да, то как он относится к группе и к их музыке? Вообще, это вопрос, между прочим, провокативный или провокационный. На такие лучше не отвечать. Рэперы? Не, я знаю. Плохо, скажешь, обидится. Нет, почему? Мне он... Хорошо, друг, и я обидится. Мне он приятен. Я видел кучу интервью с ним. Он у него очень близок по мозгам. А то, что он делает и поет, я из рэпа, из российского с большим удовольствием смотрю только баттлы, если ты знаешь, о чем речь. Где они там «Пошумим!» Кричат. Вот. И, значит, и такая идет энергетика. Я, то есть, первый раз в жизни увидел такое вообще у рэперов. Причем это не песня, а это именно, ну, друг другу они там, как бы, мягко говоря, подпатрунивают. Ругаются. В шутливой форме. В шутливой форме, да. Ну, это, кстати, тоже пришло к нам от Тедова. Да, но я никогда этого не видел на русском языке, и я всегда думал, что русский язык, он, он, вот, ну, ну, то есть, он, может быть, не настолько богат для этого. Оказалось, что он такой шикарный, что вот эти все наши, то, что нельзя говорить, вот эти вот замечательные пять глаголов, которые нельзя употреблять, их производные, оказывается, их можно из этого развернуть, просто, ну, просто писать, просто произведение целиком, понимаешь? Эх, мог бы я сейчас в усилии произнести, у нас в армии все время был прапорщик, который умел 16 или 17 ходовок сделать, причем я запомнил только одну часть, на все остальное у меня не хватило памяти, но та часть, которую я запомнил очень красиво, в итоге получается такое невероятное, я потом в паузе расскажу. Надо уметь, ругаться нужно уметь, между прочим, делать это красиво. Кстати, у нас есть здесь два диска, альбом называется «Не до шуток», ну, собственно, два диска одного и того же альбома, две пластинки, на которых Саша оставил автограф. Есть у нас очень активные слушатели, которые всякий раз хотят диск. У которых есть на чем их проигрывать. Естественно, пока еще. В наше время, да. Да, пока еще есть на чем их проигрывать. Я думаю, как-то надо разыграть эту историю, и тогда человек какой-нибудь, двое, как минимум, будут иметь возможность получить диск. Подумал я, подумал, решил, что, наверное, надо как-то простыми путями ходить. Зачем людей мучить правильно сложными вопросами? Сейчас задавать какие-то формулы математические. Нефиг, это лишнее. Давай, может быть, попробуем научно-познавательная программа, которую ведет Александр Пушной на одном из телеканалов федеральном, телеканалов Российской Федерации. Кто быстрее ответит на этот вопрос? Это сильно-сильно сложный вопрос. Давай попробуем усложнить его. Это сильно сложный. Успростить точнее. Какая программа лежит сейчас на канале СТС и так и не показывается до сих пор, хотя должна была показаться весной? Может быть, покажется осенью. Часть названия этой программы – это название старой научно-познавательной программы, а часть этого названия – это 10 в шестой. Я нервно сглотнул. Захотелось покурить. Итак, друзья, как называется программа, которая состоит из двух слов. Первая – это 10 в шестой, а вторая – это название бывшей программы на канале СТС и научно-познавательной. Да понятно, уже есть правильный ответ, кажется. Только что он был и только что он ищет. А, есть уже. Есть первый правильный ответ. Потому что все. Вот Лиза Рябчикова сделала ответ правильным, потом убрала его. После нее написал Игорь Лесник правильный ответ. И Лиза вдруг нарисовалась свой. Вот что делать сейчас, Юля, скажи мне? Я увидел глазом мгновение, когда появилось сообщение от Лизы Рябчиковой, потом какое-то неправильное. Потом вдруг Лиза Рябчикова убрала свою сообщу. Лиза Рябчиковой 18 дисков уже. По-моему, не надо ее. Это кто-то из своих, что ли? Конечно. Понятно. А Игорь Лесник? Нет, это незнакомый. Кстати, он просил, между прочим, сыграть басовую. Я вспомнил, кто. Я еще тогда удивился. Лесник мельненько просит поиграть на басу. Лесник мельненько просит поиграть. Да. Так вот, Лесник, вот тогда будем считать, что Лесник. Ну все, Игорь Лесник, диск с автографом от Пушного. Ваш. Вы, на мой взгляд, потому что я больше не вижу. Ну, пишут Галилео, Галилео, Галилео. Мега Галилео. Мега Галилео. Вот тогда получается, что Игорь Лесник был первым. А вот мне понравился Антон Прокофьев Умница. Умница. Галилео, а дальше цифры миллион. Он посчитал то, что ты сказал. 10-10 или какой-то там? 10-6. 10-6, и вот он тут же высчитался. 10-10, 10-6, это, как говорят в Роскосмосе, совершенно разные цифры. Я догадался. Ну вот, Игорь Лесник уже... Откуда, кстати? Сейчас загляну секундочку. Москва, отлично. Значит, Игорь будет иметь возможность приехать к нам и забрать свой диск. Один диск уже мы разыграли. Давай петь. Да, друзья, композиция, которую, к счастью, мы уже практически не поем сами на концертах, потому что на концертах подпевают люди. Ну а здесь можно. Да, друзья, «Большие сиськи» давайте споем вместе с нами. Она тоже, кстати, в ротации. Во, ту, ротаты! Она читает Байрона и Кёте, причем на языке оригинала. Не любит книги в тонком переплете, а о Робске и Донцовой не слыхала. Она цитирует Амарха Ямов, читает наизусть стихи Бродского. Любит живопись Исаака Левитана и музыку Петра Чайковского. Я бы мог оценить ее ум и масштаб ее личности. Если б не ее катастрофички, большие сиськи. Катастрофички! Другая любит Парше, Каррера, клубы Сохо и Рай, лаунж-бар. Обед в галерее из Фера и шампанское Рюниар или Ренюар, я не помню. Любит Фере и Версачи, Лагерфельда и Прада с Гуччи. Куршавелев, Монако, ее дачи, но на Рублевке, пожалуй, лучше. У меня, возможно, бы остались деньги, хоть немного наличностей. Если б не ее катастрофички, большие сиськи, катастрофички. Большие сиськи, катастрофички. Я не был никогда ловиласом, но теперь боюсь я просто панически. Когда я натыкаюсь за глазом, большие сиськи, катастрофички. Я выделить не могу стойчески, пытку любую стойчески. Но действуют просто магически, большие сиськи, катастрофички. Я бы мог оценить ее ум и масштаб ее личности. Я бы мог оценить ее катастрофички. Большие сиськи, катастрофички. Большие сиськи, катастрофички. Мощая сиськи, катастрофички. ВОЙШЕЙЕ! Спасибо! Ты говоришь, как будто это про тебя. Слушай, удивительные вещи, удивительные рядом. Лев Васьков, это уже чат своего радио, на сайте там есть чат, можете туда тоже отписываться. Написал забавную штуку. Лев Васьков пишет. Однажды Александр испортил мне секс. Ты помнишь этот случай? Ладно. Я даже не помню, когда я ему помог в этом. Я тебе напомню. Лет шесть назад в плейлисте каким-то макаром шафлом попалась песня «Невезуха». Продолжить мы уже не смогли. А в этом смысле? Кто же ставит шпушного перед тем, как, собственно, заняться делом-то? Он же ведь о другом маленько поёт. И кажется, человек просто не знал, что услышит. Бывает такое. Бывает. Как-то, кстати, к разговору о этой песне, которая катастрофическая. Мы тут на одном радио, не буду называть, хотя это радио России. Значит, эту песню исполнили. Так. Так вот, на радио России нам сказали, ребята, молодцы. Его закрыли уже? И запикали слово «сиськи». Да ладно. Песня приобрела фантастически катастрофическое значение, потому что... Большие... Если б не её катастрофические большие... И люди что только себе не думали. Я им говорю, ребят, вы иногда, когда что-то запикиваете, вы понимаете, что вы делаете хуже. Потому что, ну, тут может оскорбиться любой человек, понимаешь? Вот в любом направлении, включая Роскосмос. Это правда. Слушай-ка, если вспомнить... А Поша, это вообще твоя придумка была? Да, это моя... Ну, очень старая. То есть, первый раз, когда мы начали... Это ни у кого не скомунижено. Это твоя собственность. Идея была раньше... Я расскажу историю. Это был 97-й год. Мы поехали в Юрмалу, как КВН-команда НГУ ещё. А КВН тоже есть смысл. Да. И, значит, мы там начали заниматься тем, что мы готовились к выступлению. И у нас была такая старая вещь, которая была показана ещё на капустнике, где человек выходил и говорил под фонограмму. Говорил. То есть, понадобился компьютер, как звукозаписывающее устройство. На тот момент у меня уже он был. Pentium 120-й, мощный. Обалдеть, модный такой. Стартл-бич-карточкой. Вау, круто. И мы записывали звук. Просто звук записывали на этом компьютере. И там, естественно, стоял какой-то тогда ещё CoolEdit Pro, сейчас Adobe Audition. И мы это всем занимались. И помню, что нам, как бы, мягко говоря, не писалось. То есть, мы ничего не могли сделать. И вот мы сидели, маялись вот просто от безделья. И вдруг, неожиданно, там был микрофон, там был компьютер, можно было записывать. И мы стали записывать вот всякие слова типа от Zip и Юхан, да, и разворачивать. Это было фантастически. То есть, я помню, что люди лежали на полу. Потому что, если вот эти слова развернуть, там получается, понятно, слово-то понятно, да, но интонация сказанная, непередаваемая. Непередаваемая. И мы, естественно, там наговорили этих всех Юханов по многу. И потом, когда это всё мы развернули, естественно, мы выступили, нас вырезали из эфира, потому что было всё остальное очень плохо. Я это запомнил, то, что люди лежали на полу. И когда в 2004 году Шанс Лазарева говорит, давай что-нибудь делать, придумать какие-нибудь конкурсы, я вдруг вспомнил, что была такая история. И как бы, ну, движок конкурса, я припёр, я сказал, надо записать, даже не песню, бла-бла-бла, потом развернём, потом произнесём, потом развернём, и будет некий текст. То есть, я предложил изначально этот конкурс сделать с текстом, даже не с песней. Ну, песня как-то сама по себе родилась, там был Вася Антонов, автор, и Саша Бачил. Они говорят, давай песню, ну, давай, начали играть, нам понравилось. Тут же мы обнаружили, что существует просто катастрофическая песня, которая... Бачил ЭП. Эта песня страшная, знаешь почему? Потому что она очень известная. И никто никогда не догадается, что ты её подобрал специально. А в этой песне существуют такие строчки. Не желаем жить, я же по-другому не... Теперь внимательно. По-другому ходим мы, по-краю ходим мы, по-краю ходим мы, по-краю ходим мы, по-краю ходим. Все птицы летят на юг. Вот когда мы развернули эту песню, это был единственный случай на Амшем эфире, помните, да, наверное, когда у нас в эфире запикали то, что говорит компьютер. Потому что других вариантов понять, что это как-то там просто похоже, не было никаких. По-краю ходим мы, компьютер развернул и спел. И мы в эфире, а люди, они не поняли, что это делать. Ну как, ну это же компьютер, это же не мы. В итоге запикали то, что говорит компьютер. А угадывал эту песню, как сейчас помню, Кирилл, Кирилл Зыванышек. А он человек честный. Надо играть, значит надо. И он это спел. Но в его версии так, что он это спел, мы развернули, оно так и осталось. Мы вообще не поняли природу, как это могло произойти. В общем, мы тогда тоже все ржали, с Шассом и Сазарем. Было такое ощущение, что вот цель этой нашей программы произнести это слово хотя бы компьютерным способом, понимаешь? Это как история со Шнуром, да? Матерное слово. Так я ради этого слова вся песня и сочинялась. Александр из Кентукки, а кстати, Кентукки это реальные Кентукки. Забыл сказать, что аудитория программы, аудитория радиостанции очень широкая. Понимаешь, что интернет позволяет, возможности есть большие. Нас слушают и в Австралии сейчас, и в Канаде, и в Штатах, и где только не слушают. Вот Александр из Кентукки пишет вот, но и на своем. Круто. Я из-за его уроков по записи дома не отлипаю от компа и гитары. Верни меня в семью, гад. Легко. Как ты это сделаешь? Я ему подарю презервативы с надписью «Удача». И позовешь на Грбэби. И туда вложу, туда трек известной грузинской группы. А значит, Павел Кузнецов, всем здрасте. Александр, вот вы часто пишете, а часто, видимо, пишете саундтреки к различным ТВ-шоу, например, «Южная Бутова», «Нереальная история» и так далее. Будет ли еще что-то такое в ближайшее время? Не знаю, когда появится в эфире, но недавно вот Леша Троцюк меня практически заставил написать песню для какого-то сериала, который про стройку. И там вот будет такой сериал, как «Молодая пара строит дом». Ну и там будет одна из песен. Мы тоже долго-долго что-то мучились, писали, писали. В итоге все-таки как-то потом это сначала отменялось, потом опять... Леша, кстати, привет, если ты меня слышишь. Деньги мне за нее, пожалуйста. Да не, ну мы балуемся. Для меня это совершенно не способ заработка. Мне это нравится. Иногда получается хорошо. Иногда даже... Вот я, чтобы вы понимали, например, песню «Шесть кадров» практически подарил каналу СТС. Ну, «Шесть кадров» напиши-напиши. Взяли-написали. Я и бочила, Саша. А потом сейчас мне недавно... Меня раз и разыскивает российское авторское агентство. Я испугался. Да ладно? Я думаю, господи, они нашли. Как они нашли? Это, господи. Ну, потому что они зашли ко мне на сайт, нашли, что я там делаю кавера. Решили меня, значит, по этому делу. Я от них бегал, бегал, бегал. Они говорят, ну, не хотите, как хотите. А у нас деньги для вас лежат. Я говорю, какие деньги? Что, серьезно? Оказывается, «Шесть кадров», когда идет в эфире. Там «Три копейки» туда перечисляется. И сколько ты получил? Они первый раз меня искали... Двенадцать тысяч, пятнадцать. Первый раз они меня искали, чтобы мне вручить двести тысяч рублей. Да ладно? Но они сказали, это за последние три года. А вообще за последние десять лет у нас уже накопилось. Но у нас такой закон. Мы за те семь уже выкинули, а вот за эти три осталось. Я обрадовался. Думал, что каждый день будут мне такие приходить истории. Первый я забрал двести, радостно. Все, расписался у них в документации. А через месяц мне приходит та же сводка перечислений композитору и автору Александру Пушному. Я быстро открываю Excel, а там написано 3 рубля 62 копейки. Еще накапало. Я им сказал, что, понимаете, даже если я к вам поеду на метро, я все равно потрачу больше, чем 3 рубля 62 копейки. Кстати, я сейчас вижу перед собой, первый раз вижу перед собой человека, который получил от авторского общества такие деньги. Не 3 рубля, а 200 тысяч. Обычно, сколько говоришь с музыкантами, известными музыкантами, чья музыка всюду и везде, из каждого утюга... Нет, нет, стоп. Как всюду и везде. Какой трек крутится реже, реже, чем 6 кадров. Чаще, чем 6 кадров. 6 кадров идет на канале, остается непрерывно. И каждый раз... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И у меня... Та-дум. 3 рубля. Один раз 3 рубля. Понимаешь? Ну там куча станций... Я сейчас имел в виду Маврина, к примеру, чьи песни, ты понимаешь, крутятся везде и всюду. И вот он... Сколько он тогда сказал, он получил за несколько лет? 22 тысячи, по-моему. Я знаю, что в свое время Юрий Антонов, который вот... Его же все там... Море-море. Не, ну море-море там... Ну да. Это просто каждый день. Каждый день во всех этих самых, во всех клубах. И он, говорят, имел какие-то сумасшедшие деньги на счету, но Советский Союз был так устроен, что потратить их было нельзя. Вот они, собственно, так у него до сих пор и лежат. То есть не забрал? Нет. Ну, то есть там не давали купить, например... Он мог себе купить город, например, на эти деньги. Реально? Ну, там небольшой. Химкин. Химкин. А ему не давали. Ему говорят, вот есть у тебя там, типа, вот сколько полагается? Больше нельзя. Но он был в Советском Союзе. Ну, а с Советским Союзом и деньги сгорели тоже, я так понимаю. Ну, я уж не знаю, я так говорю, опять сплетня. Поэтому он после 45 лет стал таким... Вы расскажите сами, как все было. Что я за вас рассказываю? Не, ну просто ему уже далеко за 40, и он несколько раз психовал, поэтому лучше не надо уже на эту тему с ним говорить. Мне кажется, только когда деньги теряет человек, тем более такие, на которые можно было купить город, он может стать нервным. Он написал 20 гениальных песен, за это ему можно простить все. Это правда. Вот с этим спорить не буду, потому что в свое время даже мой брат двоюродный безумно любил его песни. Значит, нет, это я уже прочитал насчет саундтреков. Давай дальше. Надо бы что-то еще спеть. Ну, давайте улыбаемся и машем следующие песни. Это тоже песня из ротации, кстати. Паналия. Are you ready? Meet for ready. Поехали. Да. Наша жизнь полна сюрпризов, бьет нас сверху, бьет нас снизу, по карманам, по здоровью, а весною бьет любовью. Вот навстречу хулиганы, а ты в галстуке и пьяный, говоришь им замечание. Что делать в этом состоянии? Улыбаемся и машем. Машем, 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 машем нашим. Машем, машем, ждем о вас. Это лучший в мире выход из подобных ситуаций. Улыбаемся и машем. Машем, машем, машем нашим. Машем, машем, машем нашим. Пьяный возле магазина Ты нас к носу встретил, босса Здравствуйте И у него есть ряд вопросов Улыбаемся и машем Машем, 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 машем Машем, машем, ждем, а машем Это лучше, менее, выход из подобных ситуаций Улыбаемся и машем Потому что солнце светит Светит темы, светит темы Дима, давай! К совещанию материалы делал с самого начала Чтобы выступить как надо, ночь не спал перед докладом И на этом совещании руководство во внимании И коп, зависть, нажмешь повторно И открывается окно с немецким форном Не обязательно немецким, может быть, и другие какие-то варианты Например, подмосковным И улыбаемся и машем Машем, 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 машем наш Машем, машем, машем Машем, машем, ждем, а после Это лучший мир Выход из подобных ситуаций Улыбаемся и машем Потому что звук светит Светит тема, светит тема Или с девушкой красивой, романтик, вино и пиво А потом везёшь к себе с благодарностью жбе А разложил всё как по нотам Поломалась чуть для понта Ты раздета, она раздета Но тут Пошла жена и видит это Улыбаемся и машем Машем, машем, машем нашим Машем, машем ждём аватой Это лучше беремых выход в подобных ситуациях Олабо я всё Бейм машем Ла-дам, 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 дай Ла-дам, 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 дай Спасибо! Всегда пожалуйста У нас через минуточку с небольшим будет пауза Можно будет подышать немножко Хорошо Я смотрю, ты это Тепло тебе немножко Да, к микрофону к этому Слушай-ка, вот если можно коротко Человек пишет, на какого героя мультипликационного Ты сам себя видишь похожим Бард Симпсон Симпсон, может быть Может быть А начинал ты в общем Начинал с Винни-Пуха Да, я помню это И им закончу И да, и пухом тебя и зовут Я к тому, что Так, широкая известность Я помню в КВН Стинга в твоем исполнении И между прочим Когда я это видел Тогда я подумал Блин, как чувак похож-то Широкая и очень узкая, очень быстрая популярность КВН в том смысле хорошая прививка Ну да То есть ты становишься первым парнем из деревни И через год ты уже никому не интересен Потому что появились новые Да, это понятно Так у меня и произошло Именно поэтому КВНчики стали создавать Свои собственные театры Которые колесят по стране И вполне себе успешно себя чувствуют Кое-что даже на телеканалах Тогда Тогда еще все-таки это было в старом формате Мы реально из-за парты встали Пошли поиграли в КВН Из-за парты вернулись Это правда То есть я отпрашивался Из своей лаборатории 6.0 Чтобы поехать на КВН И мне сказали Только вот чтобы через Я говорю, буду все Я вернулся и взял опять Там в руки Окей О лаборатории О лаборатории Мы поговорим в следующем части Я думаю мы с этого и начнем Пусть повисит пока немножко Интрига Как и интрига В случае с Бритни Все же ждут как будет в Бритни И все я думаю будут ждать Что такое лаборатория 6.0 Минутчик через пять Ребятки возвращайтесь к нам Хотя можете не открыть От приемников там тоже будет Ну что движемся дальше Напомню Александр Пушной And the band Так называется Крюки в котором здесь сегодня Пауза была большая И я думаю что Стоило бы сейчас спеть А дальше уже поговорить Друзья извините Но у меня только что Друзья которые пришли Вместе со мной Это мой фан-клуб Под названием Надо радоваться Надо раться Взял тиски До характерного хруста Сжал мне мизинец И поэтому я не могу Сопротивляться Передаю привет друзья Вике Запитая Филу Запитая Юля Запитая Маша И всему остальному Взводику Кто не доехал до студии Это мне написали Ну естественно Пока мне холодит дуло Автомату висок Я должен это читать Самый популярный человек В фан-клубе Приносит фамилию Запитая Да И еще отдельно Хочу поздравить У Русланы Замечательная девушка Которая работает в навигаторе Есть мама Что логично Маму зовут Галина Завтра день рождения Я ей только что подписал диск Поздравляем вас заранее Хотя это делать не надо Поэтому просто диск Вам Здоровья Удачи А все остальное Можно скомпоновать Из этих двух компонентов Простите за автофтологию Хорошо сказал Песня Песня Ну давайте Бритни может быть Давайте уже Бритни Итак друзья Бритни Эта песня была написана только для того Чтобы Александр Мельник Показал все свое мастерство Он очень стесняется Когда я начинаю Так вот это объявлять Он сразу говорит Не надо Ну он сыграет Как может Бас-гитару Если вам не сложно сделать Просто на переднем плане Все остальное потише Раза в три Вот Песня Когда то известном Секс символе Нашего отечества И вообще всего мира Бритни По фамилии Спирс Итак друзья Погнали Вот А ты начнешь да? Сегодня ты начнешь Ну хорошо давай Алла задолбала А Белла надоела А Маша то не наша А моя никакая Есть конечно рая Но мне нужна другая Бритни, Бритни Хороша куда ни ткни Бритни, Бритни И нету аппетитни Бритни 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 Хороша куда ни ткни Бритни 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 Ну как тебя забыть Мне сольничок Бритни Бритни Бритни, Бритни, хороша, куда не ткни Бритни, Бритни, нету аппетитней Бритни, Бритни, хороша, куда не ткни Бритни, Бритни, ну как тебя забыть мне? Тима, давай! Мелик, великолепен, великолепен, великолепен Я ни одного слова не понял из-за того, что поет пушной, но бас-гитара звучит великолепно Иди к другому микрофону Смотри, сейчас такой маленький моментик Сейчас поговорим о твоей лаборатории Это вторая интрига, которая у нас зависла Александр Казаков пишет А сколько денег снимают за вопрос по СМС? У меня 25 рублей стало, задал два вопроса Это вам, знаете ли, 25 рублей не за два Я так проследил внимательно, уважаемый Александр Казаков Нет-нет-нет, у вас три сообщения Два вопроса и один ответ Мне как Галилео вы писали Но когда длинное сообщение, то, естественно, это уже не наша прихоть Пардон, оператор снимает сообщение, как бы цену за два 5,30 всего стоит СМС-ка на свою радио Таких цен нету Это самая нижняя планка Дешевле ни на одной радиостанции нет Я знаю радиостанции, где одна СМС-ка стоит 100 рублей, например Дешевле только лично прийти и сказать, что... Да, лично Так вот, один из вопросов, который, собственно, он задает, вот какой Александр, правда ли, что на одном из концертов вы отдали гитару Которая стоила 80 тысяч бесплатно Девушке, которая присылала вам свои песни Это был Гибсон из США, который вы в одном из сюжетов Галилео показали? Все, человек напутал, но это было примерно так Я действительно купил хорошую гитару давным-давно И на ней играл, играл, играл И как-то обнаружилось, что есть такая замечательная девушка Живет на Новосибирске, зовут ее Света Коновалова Она, значит, ну, она занималась музыкой И сейчас это, я надеюсь, занимается И я думаю, что будет заниматься до конца Этой замечательной темой музыкальной И вот я решил, что... Многие считают, что это, знаешь, какой-то такой прям подарок Прям я молодец А на самом деле я просто стал для нее Стал для нее тем человеком, которого я в свое время не дождался Потому что я очень хорошо помню Как я в свое время вот смотрел на эти гитары Еще у нас знакомый был такой Вадик Денисов Он играл на музиме, на такое, оно похоже по шейпу, как мы говорим Вот, похоже было на Лас Пол И он играл, он ее продавал И я говорил маме, мама, давай купим гитару Был 87-й год, мама, 200 рублей Мама говорит, что 200 рублей? И дальше то, что нельзя говорить по радио Вот, и я ее не купил И я, знаешь, вот с этим живу до сих пор Что у меня... Можешь купить машину, но велосипеда тогда не было все равно Я решил, что... Вот что я... Мне же это несложно Я взял ей, просто говорю, написал Давай, хочешь, бери, а она говорит О, давай, возьму И я ей привез, отдал И для всех почему-то это было такое событие Хотя... Все почему-то сильно обиделись Что типа, а почему не мне? Ну, естественно Да, но я... Всегда, когда вот мы там даже разыграем у себя Вконтакте, в группе какие-нибудь призы Я всегда обращаю внимание На то, насколько это человеку А, нужно И Б, как он это применяет То есть обычно бывает, что вот подарили человеку усилитель Он ему подпер шкаф, чтобы не шатался Да, то есть бывают такие случаи Поэтому ей это реально было нужно И она это получила Я очень счастлив Зашел разговор о гитарах Вот Данил Фифилов Фифилов, наверное Как правильно стоять, Данил? Вашу фамилию ударение Напишите, чтобы я не ошибался Вопрос к Александру Как гитаристу Какую электрогитару взять Начинающему электрогитаристу Я вот перехожу с акустики Я знаю, что этот вопрос тебя уже убил Наверняка Второй вопрос Сразу второй вопрос Будет ли у вас концерт этим летом в Крыму Хочу уже наконец ходить на ваш концерт Живет он в Крыму На какой из этих вопросов ответишь? Про Крым Я не знаю, друзья У нас бы в Подмосковье Пару концертов было бы неплохо Там уж и доедем куда-нибудь У нас концерты проходят в среднем Раз в два года Да, вот такая у нас популярность Музыки нашей Ну вот будет в октябре, друзья Десятого, по-моему, в Москве Одиннадцатого в Питере Десятого в Москве Это будет 16 тонн А одиннадцатого октября в Питере Аврора Это ближайшие концерты Пока Вот И по поводу гитары Слушайте, есть Я придумал такую аналогию Вот человек хочет есть, да? Очень Голодный человек Прямо вот голодный До-до нельзя И он приходит И спрашивает тебя А как вы думаете Какой вилкой Нужно накалывать котлету? Вот вилкой четырех Значит, зубой Или трех зубой Из мельхиора Или, может быть, из алюминия И вот это настолько абсурдно, да? Когда человек хочет есть Он берет и ест Какой-то руками Руками, палками Просто ртом Без вилки Вот желание должно быть Настолько непреодолимое Что вопрос С какой мне гитары начать Это не вопрос Он не должен стоять перед человеком Ты играй Вот на чем Вот бери Вот что в руки берется И играй А потом со временем Уже начнешь как бы Вот это мне не нравится Это нравится Уже дальше выбор ресторанов Куда сходить поесть Но изначально Когда человек голодный А я думаю, что Это обязательное условие Для музыканта Начиная еще Он должен быть голодный И ему должно быть в конце концов Все равно на чем играть Лишь бы играть Я свою первую гитару Сделал сам Из куска дерева И на нем прекрасно играл Тогда это был бас-гитара Я сам ее выточил Гриф я стырил в школе Ну это было неправда, конечно Вот И сейчас Когда Наши возможности Современные У детей современных Такие возможности Они их просто не понимают Они могут прийти в любой магазин И за В Мусторг, простите Я чуть Нет, какой любой Конечно, Мусторг Естественно Только Мусторг Ну или МВидео Два магазина На выбор Да, на выбор Вот И можно купить какую-нибудь За 100 долларов Вполне себе приличную гитару Какую-нибудь Фендер Сквайр Пожалуйста Дальше, понятное дело Когда у вас мировой тур Начинается У вас уже есть Менеджер гитарный И скидка в Мусторге большая Скидка в Мусторге большая Вот вам уже Джеймс Хэтфилд приезжает Сейчас вот 27 августа Будет У него уже Кроме Фендера Сквайр Есть еще пару гитар Ему их выносят Прямо надевают на него Прямо на сцене Прямо уже так Чтобы он не нагибался Ну что, знаешь Старенький стал Вот У него, значит Мониторы с текстами Собственных песен Чтобы он их не забыл Ну то есть Есть куда развиваться Понимаешь Поэтому когда люди спрашивают На начальном этапе С чего мне начать Это значит Что ты не хочешь начинать Вообще Если ты берешь гитару И играешь Значит тебе уже все равно А потом Потом начинаются уже Вот эти вот все Нюансы Оттенки и так далее Смотри Что пишет Аня Анухова Признаюсь честно Не воспринимала Александра Пушнова Как музыканта Для меня он интересный Парень из КВН Который хорошо пел И конечно телеведущий С отличным чувством юмора Попадались конечно Пару раз какие-то каверы В его исполнении Но особо-то я и не прислушивалась Считаю это просто Очередным Приколом Или шуткой от Пушнова И вот На Нате вам Подключилась к эфиру Не с самого начала Просто время свободное появилось И прислушивалась А ведь классно же поет С юмором Интересно Свежо Ненапряжно Каюсь Была не права Бритни Спирс Свежо Да очень Куда ни ткни Каюсь была не права Отличный музыкант И Отличная музыка Александр извините за невнимательность Обещаю справиться Знакомиться с вашим творчеством Подробно А вот Леша Бахвалов написал Сижу в общаге Просмотрел первый час эфира И когда он закончился В течение пяти минут Вся комната моя заполнилась людьми Нас 35 человек Сидит наслаждаются Творчеством Александра Пушнова Также мы все Передаем ему привет Спасибо вам за все Удачи И творческих успехов Следите за проветриваемостью комнаты 35 человек в одной комнате Друзья Аккуратнее Да Я думаю Я думаю Что в данном случае Нужно прислушаться К тому же Сказал Пушной Он знает Ему эта тема ведома Хотел бы я поговорить Ну ладно Давай споем Потом поговорим Позлее или повеселее Позлее Позлее давай Вот у нас есть Любимая наша песня Которую я написал Как ответ на Огромное количество людей Которые становятся С каждым годом Все больше и больше Которые начинают Учить тебя жить Вот песня С приятным У вас можно Петь Кто вы С припевом Или все таки Надо там убрать пару слов Ну ты же понимаешь Какие слова из эфира Лучше все таки убрать Ну вот если мы говорим Например Перечеркнуть Как похерить Можно Похерить это Литературное слово А как бы когда Говоришь Как бы на крест иди Ну как бы На Нет нельзя да Ну хорошо Я буду Я вычеркну Я вас пожалею Вычеркну Молодая радиостанция Нам еще жить хочется Итак друзья Песня Кто вы Идите на крест Я вас не знаю На радио России Ты конечно бы спел Именно Там запекали Они станция взрослых Там запекали Все три куплета Погнали Сустейн Ты должен быть политически активным Ты должен быть показательно спортивным Ты должен быть в каждом рейтинге повыше Ты должен быть на растяжках и афишах Ты должен жить с плаката улыбаясь Ты должен жить успешно продаваясь Ты должен быть открытый всему миру Ты должен быть весёлым и счастливым Кто вы бедитель, я вас не знаю. Ты должен им лицемерно улыбаться. Ты должен ими неустанно восторгаться. Ты должен радостно принять от них награду. Ты должен делать вид, что это тебе надо. Ты должен петь, когда они беруют. Ты должен быть, когда они горюются. Ты должен чуять, что им интересно. Ты должен знать, сука, свое место. Кто вы, беден? Я вас не знаю, кто вы, и дети. Я вас не знаю, кто вы, и дети. Я вас не знаю, кто вы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ведь его, есть немало других хороших гитар, но пушной, судя по всему, адепт вообще Гибсона. — Не-не-не, я же рассказываю, это старая детская болезнь. — То есть ты вот так присел на эту... — Она похожа на ту Музиму, я еще... — То есть именно так. — На Музиму похожа, и поэтому я не могу... Это ужасная гитара, она тяжелая, она... — Играет плохо, очень звучит. — Звучит отвратительно. Но вот она похожа на Музиму, это моя детская травма. — Вот мы теперь ответили, наконец, человеку, почему, собственно, пушной на Гибсонах. — Не, если вы говорите серьезно, «ПРС» — хорошая гитара, там «Ибанезы» очень много хороших. — Мне название очень нравится. — Да-да-да. — Очень люблю это название. — А, знаешь, когда я тут недавно выступал... — Я люблю аукцион «Ибэй» и гитары «Ибанезы». — Да, вот я в МГУ выступал, когда... И там был «Физфак», я, собственно, там физик, поэтому меня позвали вести концерт, и «Физфак», и «Химфак» там было. Я все время... «Физ» — все качали. «Фак! Хим! Фак!» — Люди, которые не знают русского языка, но хорошо разбираются в английском, и мы очень интересовались, что за концерт. Как человек заводит зал. Как бы они ему говорят... Как бы... Они, вроде, зрители говорят человеку, что, мол, ты нам надоел, а он им все «Физ», а они ему «Фак! Хим! Фак!» — Давай петь. Давай петь. Ты спрашивал, позлее или повеселее, сейчас повеселее, судя по всему. — Друзья, песня про наркомана. — Взелая песня. — Причем наркоманом является каждый из нас. Ну, соцзависимость от соцсетей. Вот. Хотя есть, конечно, огромное количество пользователей ВКонтакте, не дай бог, одноклассников, но мы иногда предпочитаем Фейсбук, о нем, собственно, и пойдет речь. Знаю все взрослые и даже дети, славно, что есть социальные сети. Комменты стали моей работою, еду не ем, пока ее не сфотою, самовыражаюсь, реализуюсь, ведь я в соцсетях никого не боюсь. Поэтому прямо скажу, без утайки, главная цель у меня — это лайки, главная цель у меня — все! Мои руки по локоть в Фейсбуке, остальное меня непочем. Мои руки по локоть в Фейсбуке, так только дайте Фейсбука еще! За то, что родился, благодарен маме, но больше благодарен программе, инстаграме. Здесь лайки награда моя за труды, за фотографии едов, котов и еды. Я чувствую счастье не за горами, когда фотки лайкают в Инстаграме, но и о главном я не забуду. Я всюду, где буду, чекиниться буду, я всюду, где буду, чекиниться буду. Все! Мои руки по локоть в Фейсбуке, остальное меня непочем. Мои руки по локоть в Фейсбуке, так только дайте дозу Фейсбука мне, Дима! Уже перед сном я комменты читаю, и даже во сне свои лайки считаю, чтоб утром проснуться и удивиться, как эта лента могла обновиться. Уже через сон, дремату и сивоту опять нужно срочно запостить хоть что-то, чтоб всех утрите, друзей и подруг. Вот вам мой туалетный лук, вот вам мой туалетный лук. Все! Мои руки по локоть в Фейсбуке, остальное меня непочем. За футук я порву все хвосты, так только дайте мне дозу еще Фейсбука позову-то! Эй, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Дайте мне дайте дозу, дозу Фейсбука еще! Я сейчас, кстати, не шучу, потому что Тут недавно проводили опыт Я сам с собой его проводил Вот берешь телефон, выбрасываешь на день И все, и не подходишь к нему Жизнь налаживается Как съесть можно пищу, ее не сфотографировать? Вот скажи мне, пожалуйста Я, кстати, пока не занимаюсь, но знаю, что многие люди Вот они, например, у меня знакомые Я подписан на многих Они говорят, моют человек окно Надо сфотографировать Вот Света наша, тоже наша помощница Света, ты меня слышишь, да? Света, где ты? Она тут недавно постит в Фейсбуке Вот сижу на природе в деревне Красивая природа, так все здорово, хорошо И это она пишет в Фейсбуке Ну, казалось бы, красивая природа, Свет, радуйся Природе, нет Пока количество лайков не достигает нужного уровня Нет удовольствия Я такой же, ты такой же Всем и такие же Я сейчас скажу, что мне кажется, что Ну, скажем, когда человек слишком зависает в соцсетях Это просто одинокий человек Ему не с кем поделиться Не, 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 неправда Я у меня... Мне некому сказать об этом Я человек не одинокий Я выгоняю жену детей Всех выгоняю И пишешь в Фейсбук Оставьте меня одного в покое Я один должен быть Я хочу побыть один Говорю я И залезаю в Фейсбук Ну, ты же читаешь больше Я один, понимаешь? Один читаешь Когда мне заходят дети Говорят, папа, поиграй с нами в баскетбол Я говорю, пошли в волны, я работаю А сам... А, это уже третий раз после сорока После сорока, да Я их не сдерживаю Ну, и там бросаю с них вазами Я-то видел чудный совершенно демотиватор Абсолютно потрясающий Надо было его перекопировать, выложить Когда парнишка пишет Я хожу по городу И рассказываю всем Что я сегодня ел на завтрак Что я сегодня выпил на обед С кем я встречался Какой у меня вид за окном У меня уже два подписчика Бабушка по соседству и милиционер Это при отсутствии Фейсбука и Инстаграма Ну, ходи, рассказывай Какая кому разница С другой стороны, иногда приятно что-то Человек что-нибудь съел, а ты ему прокомментировал Я не знаю, почему никому в голову не приходит Рассказывать и фотографировать то, что было после того, как он съел А это не за горами, поверь мне По-моему, мне кажется, что скоро начнется и такой бум Фекальный Вот это вот я съел, а вот это что из меня вышло Ну, это тогда надо не Фейсбук сделать такой Фейсбук Фейсбук Филипп Винаков пишет Я три раза в Фейсбук регистрировался И два первых раза забывал и логин, и пароль Это вот после двоих песен Филипп Винаков при этом сидит в соседней комнате Да, вот я же и говорю Что три раза регистрировался Значит, классный вечер понедельника Получается хорошо, что пушной не зверь Спасибо ему за позитив Оксана Ерофеева А многие ли думают, что ты зверь? Ну вот два человека уже тут думают после сорока лет Как я и говорил Они уверены в этом В любом случае, ну как Можно же говорить, что он зверь с подтекстом Когда говорит об этом женщина Наверное, она имеет в виду нечто более позитивное, чем ты думаешь Наверное Он такой зверь Ну, не знаю Вообще язык имеет интонацию Кстати, что касается интонации Это вопрос к Александру От Владимира Ватякова Так Дядя Саша Так А я не понял, почему эти реакции никакой нет Племянник пишет Какой у вас первый стих? Вы его помните? Расскажите Собственно придуманный в смысле? Ну, видимо, да Или выученный? Выученный Твой собственный первый стих? Первый стих я учил про Ленина Я до сих пор помню Так я тоже Вот, когда был Ленин маленький Мы все их учили тогда С кудрявой головой Он тоже ходил в валенках По горке Ледяной А первую песню, которую я придумывал Это была, по-моему, кстати, «Невезуха» Нету слуха была такая песня Потому что я придумывать начал Ну, можно сказать так Как бы из-под палки Меня послали на какой-то Озвучивать какой-то сериал Писать музыку И говорят, что там песни Ты начал стихи сочинять, пардон Песни, тексты сочинять Сразу, сразу за деньги, да Во взрослом возрасте Сразу за деньги Я думал в детстве Как пионеры пишут в стихах Признание своей любимой души А, была, да У меня же была какая-то группа Я унылая Но там были не мои тексты У меня был знакомый Артём Матвеев Наш барабанщик Он писал тексты Я писал музыку Была очень такая, знаешь Ну, такая Вымученные такие детские сопли Были прям размазанные Ещё тогда мы на кассету записывали Всё у нас была Группа называлась, естественно, «Континент» Ну, как меньше-то Как меньше-то Потому что мы тащились с группы Европы И решили переплюнуть Назвались «Континент» Так Сибирское плато Хотели ещё назваться Вот, и мы писали Новосибирское У нас были такие песни Уж сколько лет Дождь оставляя след Бежит по стеклу ручейками И кажется, весь белый свет Исчезнет под его волнами А был припев Что нам делать Ну, в 10 лет людям Как нам быть Во что верить И что забыть Ой Сейчас заплачь И ты же помнишь Это же засело всё-таки в памяти Это тебе уже было В доме записывали Мне было ровно 12 лет Как 12? Ты сказал, что начал писать тексты Когда уже Это текст не мои Я же тебе говорю Он писал тексты А я же думал Не-не, моя музыка была гениальна Мы там делали У нас Купинг Флойда Всё серьёзно было И мы писали прямо дома У нас стояла барабанная установка У нас дёшево квартиры продавались По соседству Вот То есть там было всё хорошо Ай, давай петь Что это будет? Давайте серенатку споём, да? Ты переключился уже? Давайте Они, по-моему, все готовы Дамы и господа У нас, наконец-то, в нашем творчестве Появилась танцевальная песенка 1, 2, 1, 2 Фрэк, амон! Средние века уже давно минавали И никто не помнит, как эту песню назвали Типа, когда гравиня всю ночь торчит на балконе А её дружок с гитарой не даёт спать в всем районе А вспомнил эту песню, называли серена Так, кто сказал, что наши дни она не надо Если хочешь, чтобы не было проблем Женским полом подойди к любому дому Заори под балконом Выходи ко мне, Донабелла И не просто тусоваться, а для дела Я влюбить тебе, признаюсь, я умело А потом уже шить, и обратно спать Выходи ко мне, Донабелла И не просто тусоваться, а для дела Я влюбить тебе, признаюсь, я умело Но потом Но потом Тут такая маза, в любви бывают нюансы Если ты всю ночь горланил, то балконам романсы А на балконе вместо той самой твоей долгожданной Появился друг мужик с дружьем и в пижаме Не ломайся, посмотри в тебе прямо в глаза Не пугайся и не трусь, а сразу убегай И убегай от рабы разъяренных соседей Потихоньку рассидай, мотливай, яй-яй-яй Выходи ко мне, это Набелло И не просто тусоваться, а для дела Я влюбить тебе признаюсь я умело А потом еще 4 евро поспать Выходи ко мне, это Набелло И не просто тусоваться, а для дела И я влюбить тебе признаюсь я умело А потом! Ну все, закончили потягу про нашу серенаду Тебе уже тридцатник, и ты живешь как надо У тебя семья жена, дети, тещи, конечно Бывает поругов, но теперь не бесконечно С тещей намерится восстанавливать отношения Как тебе выбраться из этого положения? Вспомни серенаду подойти и ночью к тещи И в ухо во все горло заорить, что из мочи Выкатиками, Донабелла И не просто тусоваться от для дела Я в любви тебе признаюсь умело Вспомни серенаду подойти и ночью к тещи Выкатиками, Донабелла И не просто тусоваться от для дела Я в любви тебе признаюсь умело Вспомни серенаду подойти и ночью к тещи Белл И Глава И Глава Спасибо Известное... Слины уже давно, да, 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 да Это как в том анекдоте, не парова с песни, да? От свели уже давно хризантемы в саду Мария Ивановна как развернется, как побежит, наверное, от стыда. Значит, Коломбо что пишет? Александр, а может быть и вы, вот и вы, такое ощущение, что весь мир уже какую-то авторскую программу на своем радио сделаете? Спрашивает Коломбо. Коломбо, это у меня спрашивать надо. Своё радио не потянет такого ведущего, как Пушной. Ну, просто понятно, что... Пока у МВидео, слава богу, всё хорошо. Всё хорошо, да. Не дождётесь вы меня на радио. Посему, естественно, это только мечта. Чудный совершенно демотиватор выложила Аня Анхова. Апокалипсис 21 века. Социальные сети заблокированы на 2 часа. Ой, всё. На улице паника. Люди беспорядочно ходят по улицам со своими фотками и спрашивают друг друга, тебе нравится? Очень похожая ситуация, кстати. Вполне возможно, так может быть и быть, потому что люди привыкли к этой всякой хрениной. Не, на самом деле, многие говорят, вот в интернете, смотрите, какой кошмар, какой шмар. Раньше люди этим занимались. Просто раньше это всё было как? Собирались люди во дворе, пили крепкое, не очень разбавленное, красное. Фото альбомы друг другу показывают. Да, и говорят, я вчера такую котлету съел. Он говорит, ну-ка, ну как тебе сказать, это прям не передать. А сейчас это не надо делать. Человек просто лайкнул и пошёл дальше, понимаешь, вот и всё. Поэтому, ну, с другой стороны, социальные сети, они же как-то коммуницируют людей, не вставая с места. И вот в этом огромная проблема, кстати. В этом, вот я хотел сказать, это большая проблема. Вроде бы как ты не расстаёшься человеком, а живого человека ты не видишь. Нет ощущения такти... Это как с книжкой, да? Может, я старовер, но мне прикольнее читать настоящую книжку, живую. Бумар, так, чтобы вот этот запах этот был и переплёт подержать в руках. Как-то мне так кайфовее. Может быть, теперь уже нынешнее поколение. Ты знаешь, есть же более глубокая проблема. Я слышал, что вот в Америке, например, там живёт женщина, да? Ей 45 лет, она живёт в Техасе, и она весит 180 килограммов, да? Она уже этой жизни вообще реальной не интересуется. Она в этой жизни всё уже увидела. Точнее, она понимает, что эта жизнь её прожита, и она ей неинтересна. Она заходит туда, внутрь, ну, в какую-то там социальную очень крутую игру, где она молодая, талантливая, успешная, худая, красивая. Она там встречается с таким же парнем молодым, красивым, накачанным. У них там есть свидание, они на хороших машинах катаются. Это же виртуальный мир, это нереальная жизнь. Я тебе больше скажу, проблема в том, что она, зарабатывая деньги в реальном мире, тратить их в реальном мире не хочет, ей некуда. И поэтому она, заработав их здесь, покосив там, не знаю, газон или там подаив корову, берёт эти деньги и вкладывает в игрушку, в игрушки и тратит эти деньги. Это за мной едут, ребята. Да, я же поэтому и думаю, что мы долго едут. Короче говоря, значит, они вкладывают деньги в вот эту индустрию игры, реальные деньги. И поэтому эта индустрия развивается бешеными темпами. И поэтому это такой, как бы, положительная обратная связь, и это не остановить. То есть люди, которые бизнесмены, понимают, что это работает. Конечно, понимают. И как можно больше людей за... Понимаешь, какая штука? Если использовать, ну как, всё нужно умело использовать. Когда говоришь, что нож холодное оружие. Ну, пардон, кухонный нож, в общем-то, режет мясо, хлеб, и замечательно ему можно пользоваться. Отвёрткой можно тоже убить прекрасно. И отвёрткой можно, главное, куда попасть. Так вот, соцсети, на мой взгляд, далеко не все используются, ну как, на мой взгляд, используются не совсем по назначению. Почему? Потому что, если это способ коммуницирования, то замечательно, я легко могу добраться до того, кто далеко от меня, и делать с ним какие-то важные дела. А когда человеки, люди, вообще, в принципе, занимаются тем, что размещают фотки и ждут лайков, да, чем больше лайков, тем круче я себя чувствую. Когда люди постят то, что они едят, когда люди рассказывают о каких-то мелочах. Я как физик тебе могу сказать, знаешь, когда вот частица, ей нужно из точки А в точку Б долететь, знаешь, как она летит, по какой траектории? Как рассчитывается траектория перемещения частицы из точки А в точку Б? Тебе виднее, ты бакалавр. Нет, это очень просто. Она летит по той траектории, которая занимает наименьшую затрату энергии. Абсолютно верно. Люди, когда они стремятся к счастью в точку Б, то же самое, как и, естественно, частицы, из которых мы состоим, они используют кратчайший путь, который минимальное количество энергии затрачивает. Поэтому, чтобы встать на ноги, пойти заняться спортом, сбросить себе эти лишние 70 или 80 или 90 килограммов, да я лучше зайду, зарегистрируюсь как худая-красивая. И это проще, это просто меньшее количество энергии надо тратить. Вот и все. Поэтому это неизбежность. В общем, нет, беда деградирует человечество. Поговорим о похудании. Давай. Секундочку. У нас мало времени остается, но народ просит, я уже, наверное, соглашусь с этим сегодня. Тем паче Юля меня уже об этом попросила, почему-то ей тоже в голову взбрело, что надо это сделать. Мы уже давно отказались, но был такой период, когда всякий день, каждый день, когда шла программа, мы просили аудиторию перекликнуться. Ну, то есть написать город, из которого они сегодня слушают эфир. Что-то вдруг сегодня накатило. Вот мы решили определиться, на самом деле, какая география сегодня у программы. А вам потом после эфира... Я еще команду не дал, подожди. Но уже народ пишет. Ухта, Иркутск, Питер уже пишут. Но потом прочитаете, поймете, какой был круг слушателей сегодня. Он широк. Вот Минск, Лондон, Волгоград. Пошло, пошло, поехало. Давайте вот пока следующая песня будет звучать, вы, пожалуйста, быстренько и отрапортуйте, из какого города сегодня слушается эфир своего радиопрограммы «Живые». Что дальше будет? Песня какая-то? Ну, давайте, может, «Ворона черного». Ну, народ и «Ворона» просил, кстати. И просили, знаешь чего, постоянно, и много раз я уже видел, сейчас вот только убежало это... Невезуху очень просили, причем не один раз. А, ну давай. Уж не знаю, уж не знаю. Смотрите сам. Ну, просто невезуху должны женщины петь в припеве, девушки. Ну, без слуха и голоса. Девушек мало здесь, что ли? Попоют. Ну, давай невезуху. Эй, давай «Ворона», ну и нафиг, не будем невезуху. И, ребята, простите, невезуху в интернете найдете, сами подпоете. Тоже правильно. Ага. Серьезная песня русская народная в нашей обработке. Вот Дмитрий уже нажал, держит, молодец, Дмитрий, держи. One, two, one, two, three. Дмитрий, держи. Дмитрий, держи. Черный ворон, черный ворон, что ты бьешься надо мной? Ты добычей не добью все. Черный ворон, я не твой. Черный ворон, я не твой. Я не твой, я не твой, я не твой, я не твой. Полети в мою сторонку. Скажи, миленькой моей, ей скажи, она свободна. Я не твой, я тебя, не твой, я не твой, я не твой. Над рукой 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 Сейчас Все 150 тысяч в химках сидят и пишут в могиле Людям-то врать зачем Это неинтересно было бы Туапс и Орел появился Киров, Красногорск Давай Тулу дождемся и продолжим Да, будем ждать Тулу Ну хорошо, еще есть у нас 7 минут до конца эфира Тула Тула, будьте добры, пожалуйста Отпишитесь, мы не можем продолжать без вас эфир Ладно, это не более чем Ну скажем такой вот Моментик приятный Что география широкая И слава богу, что люди разных совсем регионах страны и мира даже Слушают эфир И кто-то может узнает тебя сегодня с одной стороны Кто-то с другой стороны Кто-то сбоку посмотрит А кому-то в общем, наверное, действительно приятно Не лишняя Тула, что пишет Нижний Тагил, блин Как чушь, блин-то Ездили мы в Нижний Тагил картошку собирать В армии В армии служил я просто в Свердловской области Город Евдиль Мы говорили, если бы земля была в форме задницы То Ивдиль это как раз вот то, про что Совершенно черное место 600 километров тайги Ужас Ну в общем, мы, солдатики, картошечку заготавливаете Есть для себя для части Как раз в Нижний Тагил А я думаю, что картошечка такая пошла С тех пор, да С тех пор картошка не картошка вовсе Друзья мои, ну как-то странно это осознавать Но время-то наше уже вот все Подходит к концу На одну песню его и осталось Да Ну подожди еще, пока не пой Хорошо Подожди Пока не пой Не пой Скажи мне, сколько она по хронометражу примерно Чтобы я так ориентировал Ну она минуты две с половиной Это такой коротенький выбор для финала, да? Хотя нет, но она такая прям Ну замечательно Значит тогда можем еще немножечко Какое-то время уделить разговору Скажи, пожалуйста Вот если бы ты, например, сейчас Оглянувшись назад немножко, да? Как сказал, жалкие потуги Детские в 10 лет там песен Потом КВН Ну, понятное дело, учеба Совершенно в другую сторону тебя Тащила тогда КВН, телевидение Вот эти все веселые, смешные, забавные Серьезные программы И дальше музыкальное творчество Это тот путь, который ты хотел бы пройти изначально Если бы тебе сказали Давай повторим Ой, наверное, да Ну я не знаю Вот я всегда люблю такие вопросы Которые задают вопросы О реализации, которая равна нулю То есть никогда такого не произойдет Хотя говорят, что люди Почему же? Ну потому что люди живут многие там Несколько жизней Да, совершенно верно Кто не Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса Кто в него что не верит Даже в черта на зло всем Я думаю, что Никакого одномерного пути нет В развитии человека Естественно, что Каждый Проживая эту свою жизнь Как-то, наверное, думает О том Я бы там мог повернуть Нет, наверное Если бы мне сказали Еще разок попробуй Я бы по-другому, конечно, все сделал Все же, да Ну, слушай Если по-другому С очисткой памяти То все было бы точно так же А если по-другому С этим опытом Который сейчас уже есть Ну, естественно Да Я бы тогда милиционерам Не пять тысяч отдал А три Ну, так жалко две Потому что я знал Я таксу сейчас знаю Теперь знаешь, сколько надо было Тогда не знал Тогда не спустим А тебе не приходило Ну, наверное, приходило Просто мне интересно Твой опыт С годами Начинаешь понимать Что ты уже Понятно Что много знаешь Много понимаешь Много прочувствовал Много увидел Много для себя И через себя пропустил А вот того азарта Юношеского Который был тогда Когда в 10 лет Можно было песни Просоплено Стекле Ну, правда Что сочинять Его нету Чего с этим Как быть Вот я тебе говорю Что для меня музыка Как-то не странно Физиологическое удовлетворение Я вот даже Себе барабанную установку Купил На дачу Акустическую На радость Всем животным Кротам И соседям И я вот сажусь за нее И мне легче становится Я Мне легче Остальным тяжелее А на утро Жена три ведра кротов Мертвых вытаскивает Кроты просто убегают Убивает Они так прям Под мой ритм Выпрыгивают Не, у нас нет кротов Давно уже И птиц Что-то меньше становится И вообще Муравьи Последнее время уходят Прям С матом Шелестит мат Такой, знаешь Муравьи Да чтоб я еще раз Да на этот участ Да мы только легли Только все Подоили эту Как ее тлю Понимаешь Начали А тут ночью Ну в 10 А ты понимаешь Что инфра-инфра Нельзя Они же проходят Сквозь землю Да Так и живем Так и живем Поэтому я с природой Все ближе и ближе Еще одно сообщение Прочитаю И дальше будем Естественно А комары Знаешь как прекрасно Сел на тарелочку Да такой Сидит Сидит Точит Свои этот Жальца Точит Сейчас думает Кому-нибудь В височек Засуну И там По сосу И по ней Сидит понял, почему у нас в студии комаров нет. У нас просто живые барабаны каждый день. Контузит их, реально. Реально. Ещё одно сообщение, и на финал. Сергей Малявин пишет, внимательно следует за творчеством Пушнова со времён ночного базара пародия на «Ночной дозор». Получил от него море позитива, за что очень благодарен, радует, что такие талантливые и весёлые люди. Иногда становится заслуженно популярными, к сожалению, таких очень мало. Это тебе комплимент. Завтра в программе живые группа «Тайм-аут». Продолжаем радоваться интересной музыке. И на финалочку. На финалочку. Ну, всё-таки Филипп есть у нас такой ярый посетитель нашего «Надорада». Требовал от меня эту песню. И он её получит в эфире. Сейчас мы её споём. Она называется «Untitled». Ну, и мне 200 долларов, как говорится, не лишний. Хорошо. Хоть подзаработал. Всем пока. До завтра. Погнали. Злая песня про жизнь, про нашу. Про мою, точнее. Отцу посвящаю. Нет ни одной здравой мысли в моей голове. Нет никакой мотивации, нету основ. Приколы, война, заголовки. Я как на игле. Я жадно ищу эту кнопку с названием «Стоп». Прокладываю каждый день Я ненужный маршрут Я каждый день говорю пустые слова Пью, улыбаюсь, потею, жую и дышу Я просто биологический аппарат Помнишь ли, из гаража с отцом Небо, звёздное мне, десять лет Мир казался мне волшебным сном Я зажёг фонарь, направил вверх Может, этот одинокий луч Где-то в космосе оставит след Ты скажи мне, пап, так может быть? Но мне батя промолчал в ответ Напрочь забыл всё, чему я учился давно Я продаю жизнелюбие, радость и смех Правила жизни, чтоб как бы не вышло чего Что быть популярным ты должен устраивать всех Не буду я сопли сейчас развозить по столу Всё в моей жизни комфортно и всё зашибись Просто я сам иногда не пойму, почему Спать не даёт эта слава дурацкая жизнь Помнишь ли, из гаража с отцом Небо, звёздное мне, десять лет Мир казался мне волшебным сном Я зажёг фонарь, направил вверх Может, этот одинокий луч Где-то в космосе оставит след Ты скажи мне, пап, так может быть? Но мне батя промолчал в ответ Но мне батя промолчал в ответ Мне батя промолчал в ответ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА